Алена и Андрей Толстобровы часто навещают родителей, живущих в бывшем совхозе, а ныне в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Мотовилихинский». Машины у них нет, и добираться до городской окраины приходится общественным транспортом. Ближайшая остановка автобуса находится в полукилометре от дома родителей, на улице Ледовская. Особенно если тяжело, что-нибудь таскать приходится. Маршрутки вот ходили до сюда, было очень удобно. Стараемся на маршрутки садиться, когда они есть, но в последнее время их редко. Да и дорога грязная весной, если здесь вообще каша, ходить до остановки, это вообще в чем-нибудь чистом бесполезно. Хоть сапоги резиновые одевай. Сейчас в СПК «Мотовилихинский» проживает около 600 человек. 125 из них – дети школьного возраста. До образовательных учреждений они вынуждены добираться на проходящих автобусах. У нас три школы в Запороде, рабочий поселок и Висим. И поэтому нам нужен автобус, чтобы вовремя приехали дети в школу. Также у нас половина жителей работает на Мотовилихинских заводах. И обратно, после смены, существует проблема уехать сюда обратно. Местные жители обратились за помощью к главе города Игорю Сапко. На общественном приеме предложили продлить маршрут 16-го автобуса с остановки микрорайон Запрут до территории бывшего совхоза Мотовилихинский. Игорь Сапко идею поддержал. И начались работы по обустройству разворотного кольца для автобусов. Так что совместными усилиями транспортная проблема здесь будет решена уже в ближайшее время. Планируется пять автобусов. Два утром, один в обед и два вечером. Расписание мы составим к понедельнику. Дадим в департамент дорог и транспорта. И со среды будут ходить автобусы. Александра Михеева, Антон Лифанов, Телевизионная служба новостей.